Действительно, мы наблюдаем в Европе довольно сильный рост правых настроений. И, в общем-то, не секрет, что на выборах многие европейцы голосуют за правые партии. Ну, а я бы даже сказал, не рост даже правых настроений, а может быть, рост радикальных настроений и за правых радикалов, и за левых радикалов голосуют, и за маргиналов голосуют. Но рост голосования за правых, он тоже понятен. Это связано и с демографическими процессами, прежде всего, с миграцией, и с социальными процессами, и с процессами вот той так называемой толерантности, которая насильно насаждается. И многие в Европе начинают задумываться, когда тот же процесс политкорректности, толерантности, который уже становится репрессивным, естественно, у людей эти вопросы вызывают, правильным или нет путем они идут. Ну, вот яркие истории, скажем, во Франции обсуждение закона об однополых браках, ведь это же целое политическое явление, там, демонстрации сотни тысяч человек, и с одной, и с другой стороны, то есть есть и сторонники, но есть и серьезные противники у этого. И в этом плане отношение к России, вы знаете, в этой истории неоднозначно. Почему? Потому что ряд ультраправых радикалов, особенно в Восточной Европе, они выступают против России, но их к этому подталкивают. Можно взять Польшу, например, яркий пример. Вот там все ультраправые, вот эти хлопцы из предместий варшавских и окраин польских, их так правительство воспитало, и они считают, что вот их ультраправость, это в том числе и негативное отношение к России. Мы это видели во время футбольного матча Россия-Польша в 2012 году, и вот в этом году, когда чуть ли там не штурмом пытались брать российское посольство. Но это далеко не единственный путь для правых. Многие европейские правы, наоборот, с интересом воспринимают Россию, и ее в чем-то тоже правый консерватизм, который сейчас выходит на первый план. Да, это и вопрос, то же самое, об отношении к однополым бракам, там и вопрос об отношении к политкорректности. И многие европейцы, как ни странно, в России обнаруживают некий идейный ориентир, даже можно так сказать. И в этом плане, скажем, западные правы в Европе сильно отличаются от восточных правых. В восточных правах есть все-таки вот это советское еще наследие и советская травма, которую в них их же политическое руководство и заложило. А вот правы Западной Европы начинают размышлять, потому что Россия предлагает на государственном уровне те ценности, за которые они сами выступают. И вот там плане идея смычки российских консерваторов с европейскими правыми консерваторами это далеко не такой уж миф, как может показаться на первый взгляд.